СКОЛКОВО В поле здесь будет студенческий городок. Символически первый камень заложил президент Владимир Путин. Он расписался черным маркером на прозрачном кирпиче, который был уложен рядом с макетом учебного учреждения. А потом поздравил организаторов проекта с его удачным началом. Сегодня в период достаточно бурного развития экономики Российской Федерации потребность в управленческих кадрах высшего качества очень велика. В 2006 году Одинцовский район оказался в центре повышенного внимания. В рамках приоритетного национального проекта образования на частные средства крупнейших российских и зарубежных компаний при поддержке государства на территории городского поселения Ново-Ивановское началось возведение кампуса Московской школы управления «Сколково». Через четыре года после запуска проекта президент России Дмитрий Медведев объявил, «Сколково» станет ультрасовременным научным комплексом по разработке и коммерциализации новых технологий. Я все-таки принял решение. Будем строить этот центр уже в том месте, где у нас есть неплохой задел, для того, чтобы это сделать быстро. Скорость имеет особое значение, поэтому будем строить его в «Сколково». Семь лет назад в Одинцовском районе еще так громко не звучало слово «инновация», но процесс накопления интеллектуального капитала шел полным ходом. О необходимости воспитания собственных управленческих кадров, а также создания площадки для реализации идей в области экономики и предпринимательства заговорили сами выпускники районных школ. В 2004 году центром, аккумулирующим интеллектуальную активность талантливой и амбициозной молодежи, стал Одинцовский гуманитарный институт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не так давно утвердили образовательную инициативу «Наша новая школа». Смысл этой инициативы – создание школы, которая должна помогать раскрывать личностный потенциал. Не только давать знания, хотя это для школы важнейшее предназначение, но и раскрывать личность любого ребенка, любого человека, который приходит в школу. Нихао! 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 В 2008 году Дмитрий Медведев посетил гимназию ОГИ – структурное подразделение Одинцовского гуманитарного института. Президент дал высокую оценку учебно-материальной базе образовательного учреждения, которую назвал лучшим в России. С 2008 года институт и гимназия составляют университетский округ, который в будущем дополнится детским садом на 350 мест. Округ расширится и за счет включения районных школ. ОГИ станет единым методическим и консультационным центром. Будет помогать в решении сложных правовых и экономических проблем, сопровождать внедрение инноваций. Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже с раннего возраста должны иметь все. Вне зависимости от уровня доходов, социального положения родителей и места жительства семей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы должны повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Одинцовском районе продолжается модернизация агропромышленного комплекса в технологическом и управленческом плане. Внедряются менее энергозатратные технологии, приобретается отечественная техника с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ключевая задача, которую мы обязаны решить, это обеспечение ветеранов жильем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не воспитывая себя, сложно воспитать своих детей, отмечал еще Лев Толстой. Между тем, в России 80% граждан не занимаются физкультурой и спортом. В 2008 году в Одинцове состоялось совместное заседание Президиума Госсовета и Совета по развитию физкультуры и спорта, в ходе которого обсуждалась стратегия развития спорта в России до 2020 года. Одинцовскому району было чем удивить высокопоставленных гостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время перед Россией стоит двуединая задача – сформировать благоприятный инвестиционный климат в целом и решить предметные задачи в сфере высоких технологий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До конца года будет полностью сформирована спутниковая группировка ГЛОНАСС, а в ближайшие два года завершится создание основных цифровых навигационных карт и начнется применение спутниковых навигаторов системы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках нашей комиссии был уже рассмотрен целый ряд проектов, направленных на решение таких задач, как модернизация сетей телерадиовещания, включая переход к цифре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер Владимир Путин сегодня принял участие в церемонии освящения нового храма Спаса Нерукотворного. Он возведен в деревне Усово в Одинсонском районе Подмосковья. Первый камень в его основании был заложен год назад. По словам премьера Путина, государство будет и впредь поддерживать церковь и помогать строить новые храмы. И русская православная церковь, и все традиционные конфессии России вместе с государством строят новые и восстанавливают ранее утраченные святыни, так же, как восстанавливаем мы совместно наш общий дом, наше общее отечество России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что я сейчас говорил, модернизация, это, конечно, не сама цель. 26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми. Стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай-давай, давай красиво